Приветствую вас. И то, что вы описали, это является симптомами, это является следственными проблемами, но не причиной. Причина, именно то, с чем нужно работать с вами для того, чтобы помочь вам выгравкаться из этой ситуации. И для этого необходимо ответить на вопрос, с какого момента вы чувствуете эмоциональный тупик. Что есть для вас эмоциональный тупик? Почему вы оказались зажаты в определенную ситуацию, без возможности найти из нее выход? Обычно рекомендации в данном случае самые общие, можно дать такие. Значит, мы видим окружающий мир, как фон и фигура. Вот, если вы смотрите это видео, то, наверное, понимаете, что фигура – это я, человек, который вам что-то говорит, а фон – это компьютер, страница веб-сайта и прочее. Это фон. И очень часто, как бы, вот проблема, корень проблемы в том, что человек видит лишь фигуру, он не видит фон. Допустим, вам не нравится то, что я говорю. Вам неприятно то, что я вам говорю. Вы, наверное, будете злиться, наверное, будете думать, вот какой я плохой, я стремлюсь, там, вас обидеть, унизить, разочаровать и прочее, вообще навредить вам хочу. И вы будете испытывать негативные эмоции по отношению ко мне. Но я об этом никогда не узнаю, потому что я вас не вижу. Соответственно, как происходит процесс? Вы злитесь на меня и вините во всем меня. Но в действительности, если вы хотите избежать этого вот негативного влияния, которых я на вас оказываю, то вам нужно сделать просто закрыть страницу ютуба. И все. Допустим. Понятное дело, что вы, наверное, скорее всего, так и сделаете. Но первичная ваша эмоция, первичная реакция будет на меня. И после того, как вы закроете страницу, вы все равно будете думать еще про меня. Про то, что я вам сказал. Из-за того, что человек обращает внимание на фигуру. Только в том, что то, что я говорю, воспринимается вами через субъективную призму ваших личных ценностей, взглядов, идеалов и прочих. И любой другой человек на ваших местах, на это отреагировал бы совсем иначе. Это означает, что ваши субъективные реакции являются правильными только для вас. И это, в свою очередь, означает, что какой бы она ни была, она не является достоверной с точки зрения мира, с точки зрения реальности. С точки зрения реальности единственная достоверная реакция, которая вам доступна при негативном восприятии того, что я вам говорил, это закрытие страницы ютуба. Так вот, именно так вам и нужно действовать касательно своего эмоционального тупика. Вы видите фигуру, но не видите фон. Уберите фигуру, представьте себе фон без фигуры, и вы сможете найти решение, которое вам не видно из-за того, что все внимание обращено на фигуры. Ну, или на несколько фигур, в зависимости от конкретных конкретных ситуаций. Тем не менее, для того, чтобы вам помочь, необходимо все-таки, как я уже сказал, поработать с причиной. Почему вы так себя чувствуете сейчас? Что у вас случилось? Что предшествовало к такому состоянию? И почему ваша реакция на это, на проблемы, именно такая? При этом вы пишете, что у вас много дел, но делать их у вас неожелательно. То есть, получается, что есть нечего, что вам нужно сделать, но не хватает мотива для того, чтобы взять и осуществить задуманное. Соответственно, здесь нужно искать новые мотивы, новые смыслы, придать, расширить мотивационное поле того, что вы делаете, для того, чтобы мотива хватило для осуществления задуманного и работать с вниманием. Концентрируйте внимание, старайтесь это делать на том, что вам нужно сделать первее всего, и не обращайте его внимания ни на что другое, пока не сделаете это самое дело. Вот дело закончится, тогда сможете перевести внимание на что-то другое. Если не получается и внимание перемещается произвольно, значит его нужно тренировать. Как? Очень легко. Берем любой предмет и пытаемся фокусировать на нем свое внимание. И удерживаем как можно дольше. Сначала будет сложно, потом будет легче, а после будет на автомате. Это поможет вам лучше управлять внимание и значит повысить свою производительность, повысить свою эффективность, тем самым успевать ваши дела. А мотивационная сфера позволит вам иметь больше шансов на успех и на успешное завершение всего того, что вы хотели бы сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.